Здарова! Сегодня я тебе покажу Bluestacks, который будет более-менее нормально работать. Также поподробнее расскажу про управление, настройку самого Bluestacks, FXNC и еще много чего. Поэтому, конечно же, оформляй подписочку на канал, прожимай лайк. Ну а я долго не буду задерживать. Погнали! Чтобы скачать Bluestacks, вы переходите по ссылочке в описании, конечно же, скачиваете архив и переносите с этого архива вот эту папочку на рабочий стол. Затем запускаете и находим вот такой вот файл. Это установщик Bluestacks, вы просто его запускаете и устанавливаете сам Bluestacks. Также вам не советую менять место для установки Bluestacks. Я этот уже Bluestacks установил, я его заново устанавливать не буду, поэтому я захожу в него и сразу вам показываю настройки. У вас, возможно, вылетит окошко об обновлении Bluestacks, поэтому вы вообще его не обновляете и закройте его, потому что если вы обновитесь на новую версию, у вас будет вообще вылагать, фризить и все дела. Поэтому переходим к настройке самого Bluestacks. Буду настраивать так же вместе с вами. Добавляем сюда в шестереночку, ставим обязательно разрешение, можно поставить как у меня, я играю 4х3, то есть у меня вот такое разрешение, и ставим 320 DPI. Чтобы у вас было такое же разрешение, как и у Bluestacks, у меня, допустим, видюха NVIDIA, я захожу в панель управления NVIDIA, и тут захожу в изменение разрешения и ставлю, тут у меня будет, допустим, кнопочка создать какое-либо разрешение, и ставлю вот такое, то есть так же выбираю вот тут и нажимаю применить. Затем заходим вот в этот пункт, формат ваштабирования мы делаем на экран, выполняем его на дисплей и ставим, конечно же, свое разрешение. Дальше заходим во второй пункт, тут ставим вот такие вот настроечки, вот эту галочку, она не будет ставиться при драйверах NVIDIA, у которых версия выше 520. Чтобы поставить эту галочку, мы нажимаем клавишу Windows Plus R и пишем вот такую команду, то есть Regedit. Открываем, переходим вот по такому вот пути, затем находим вот такой файл Force Delicated to GPU. Затем нажимаем десятичное и тут ставим значение 1, нажимаем ОК. Затем заходим в BlueStacks, закрываем это меню, заходим в настроечки, заходим сюда и видим то, что у нас галочка поставилась. Дальше пролистаем чуть-чуть вниз, тут мы выбираем количество ядер своего процессора, чтобы посмотреть сколько у вас ядер, если вы вдруг не знаете. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Shift-Escape, у вас открывается диспетчер задачи. Заходим в производительность и заходим в ЦП. И тут мы скидем видим то, что допустим вот у меня процессор и видим у него 6 ядер. То есть я ставлю тут также, нажимаем выбирать другую и тут также ставим 6 ядер. Аналогично с оперативкой, допустим нажимаем выбирать другую, тут мы видим максимум 4096, по-другому не ставится. Заходим обратно в диспетчер задач, нажимаем память, вот допустим я считаю с гигабайт оперативки. Чтобы выделить на PlusTax 8, мы нажимаем сочетание клавиш, также Windows Plus R, пишем Regedit, переходим вот по такому пути и видим тут у нас файл memory. Законим сюда, нажимаем десятичное и тут ставим 8000. Нажимаем ОК. В BlueStacks это не покажется, но это будет видно визуально. Затем нажимаем активировать высокую частоту кадров. Здесь мы ставим ползунок на 240. Ну и в принципе сохраняем и перезапускаем BlueStacks. Теперь заходим в третий пункт, тут мы отрубаем абсолютно просто все уведомления. Дальше идем, здесь мы закрываем галочку, тут ставим у нас не использовать, эту галочку вырубаем, ну и в принципе остальное больше уже ничего не надо вырубать. Заходим в шестой пункт и тут мы нажимаем создать персональный профиль. В производитель пишем Nubia, в бренд мы пишем также Nubia, давай ёпт твою мать. И в номер модели мы пишем Red Magic 6, нажимаем сохранить. Заходим в седьмой пункт, убираем абсолютно все горячие клавиши, кроме вот этого F11. Просто выделяете, ну нажимаете вот на эти горячие клавиши и просто нажимаете, ну удалить либо Backspace. Нажимаете также сохранить, заходим в восьмой. Ну мне лично удобно играть вот с таким дефолтным курсором, я тоже нажимаю сохранить. Ну и в принципе все, дальше мы скачиваем в стендовчик и уже переходим туда. Вот мы и зашли в самблюстакс, теперь мы собственно переходим к его настройке. Заходим в настройки, регион выбираем конечно же, ну я как живу в Рашке, поэтому я выбираю Россию. Дальше мы ставим вид рук классический, затем вот эти две галочки мы снимаем, я ставлю только вот эту вот галочку одну. Нажимаем применить, заходим в видео. Тут ставим абсолютно все настройки, которые сейчас я поставил. Заходим в управление. Ставлю я вот такие настройки, затем прицел цвет мы ставим белый. Ставлю я вот такой вот прицел, нажимаю применить. Затем нажимаю кнопку вторую броска гранаты и теперь переходим к сенсе. Ну как я ставлю как мне удобно, у меня на мышке 2000 DPI, не удивляйтесь. Я ставлю сенсу 9, затем тут ставлю 9 и затем ставлю 0. Сейчас расскажу почему. Переходим к настройке самих кнопок в люстаксе. Тут я поставил джойстик специально под мапу, чтобы он у меня короче не был виден, да и мне так удобнее будет. Затем расставляем также наружу, мы делаем, нажимаем D-pad и специально вот так его чуть-чуть поправее к оружию передвигаем, чтобы у нас вот он был вот так примерно плюс-минус. Я бы тут ставлю 3, 1, 2 и тут выбираю допустим, ну где у нас будет пачка, мне удобно нажимать на Y, поэтому я выбираю такой уж. Затем выброс оружия, ставим G, ставим пробел. Тут мне удобно нажимать на shift, чтобы приседать. Чтобы поставить кнопочку стрельбы, сразу вам покажу. Нажимаем вот сюда прицел и стрельба, видим эту кнопочку F1. Нажимаем на кнопочку F1 правой кнопкой мыши и ставим абсолютно такие же настройки, как у меня. Затем мы видим вот тут галочку включить огонь левой кнопкой мыши. Нажимаем галочку, зажимаем вот эту кнопочку и перетаскиваем на нашу кнопочку стрельбы. Тут мы ставим прицел, тут я выбираю выбор оружия, тут выбираю диффуз, тут выбираю покупку оружия Сюда я ставлю тап на мапу, на чат ставлю букву Т, на микрофон букву К Сюда на граффити ставлю V и на мапу ставлю М Чуть не забыл про гранаты, нажимаем также депад, 4, 5, 6, 7 И перетаскиваем его сюда, где у нас собственно сами гранаты Также забыл еще рассказать, чтобы ходить медленно Нажимаем на вот этот джойстик правой кнопкой мыши Неудобно ходить медленно на Ctrl, радиус я ставлю 3 Закрываю, нажимаю сохранить, затем убавляю яркость у всех кнопочек Тут я вырубаю видимость кнопок, переходим в полигон И видим то, что у нас все прекрасно работает, все кнопочки имеются, закупки тоже имеются Все с кайфом, все работает, поэтому можно спокойно играть И вообще теперь все у нас с кайфом Теперь переходим на настройки видеокарты, оптимизации Bluestacks, Windows и всего прочего Для начала давайте настроим видеокарту Моя видеокарта Nvidia, поэтому я захожу в панель управления Nvidia Слева мы видим вот этот вот столбик и вот такие вот пункты Сразу же заходим на настройку Surround и Physics Выбираем вот тут свою видеокарту Дальше заходим в управление параметром 3D И тут ставим абсолютно все настройки, как у меня Чтобы включить режим максимальной производительности, мы нажимаем сочетание павиш Windows Plus R И пишем по-английски CMD Нажимаем Enter Затем копируем вот эту команду из описания Нажимаем Ctrl-C Заходим вот сюда в CMD и нажимаем Ctrl-V Нажимаем Enter Теперь заходим в панель управления Нажимаем электропитание И тут мы видим у вас вот, допустим, вот смысл открылся максимальной производительности Вот этот пунктик у меня уже был изначально Заходим вот сюда в настройки схемы электропитания Ставим вот такие вот настройки Нажимаем изменить Заходим в параметры USB Тут ставим запрещено Слон тоже ставим никогда Тут ставим отключить И тут ставим также отключить Теперь заходим в поиск винды и пишем настройки графики И переходим сюда Тут мы ставим вот эту вот галочку Нажимаем обзор Переходим вот по этому пути И добавляем наш Plus Tax Тут ставим параметры И нажимаем высокая производительность Теперь перейдем к моей небольшой оптимизации Также скачивайте файл по ссылочке в описании Перетаскивайте папочку на рабочий стол И запускаем Сразу видим электропитание Тут мы врубаем гибернацию И в принципе все По желанию можете в принципе обновить все свои драйвера Если надо будет Обязательно заходим в пятую папочку И устанавливаем вот эти вот две штучки Затем заходим в параметры винды Тут мы в принципе все можете почекать Допустим отключить антивирус винды Настроить немножечко мышку Также есть всякие приложения удобные Допустим вот тут вот Тут мы врубаем игровой режим Выключаем прозрачность Тут в принципе под себя можете настроить быстродействие Сусмейн это только в принципе для жестких дисков Чтобы было получше Выключаем индексацию дисков наших Выключаем залипание клавиши обязательно Потому что это бесячая херня Также отключаем телеметры И всякую херню прочую Ну и в принципе вот 10 файл тоже запускаем И после этого мы перезагружаем комп Теперь поговорим о очистке дисков и их оптимизации Нажимаем сочетание клавиш винтов плюс R И пишем по-английски темп Нажимаем enter Тут у вас будут всякие временные файлы Которые занимают очень дохера место И которые в принципе вам вообще не нужны Я уже давно все очистил Поэтому нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс A И нажимаем клавишу delete Если у вас что-то не удаляется Нажимаем вот сюда галочку Нажимаем пропустить Заходим в наш компьютер Нажимаем на диск любой Нажимаем свойства Теперь заходим в очистка диска Также у нас тут будет всякая херня ненужная Которая ну просто висит на вашем диске И в принципе вы ей вообще не пользуетесь Выбираете все что вам нужно удалить В принципе тут все вообще ничего не нужно Поэтому нажимаем ok Нажимаем удалить Снова нажимаем на диск правой кнопкой мыши Свойства Заходим в сервис И нажимаем оптимизировать И затем оптимизируем каждый наш диск Заходим в девятую папочку И расскажу немножечко вкратце Тут мы отключаем службу Которая просто мешает работе вин И в принципе из-за нее могут фрезить какие-либо игры Поэтому мы ее обязательно также отключаем Заходим в десятую папочку Тут мы два раза кликаем также вот на вот этот файлик Также может почитать что не будет работать Что будет работать и заходим в одиннадцатую папочку Тут мы видим вот такую вот программку Расскажу про нее тоже сейчас вкратце Эта программка создана для очистки вашего мусора Оперативки То есть когда она полностью забивается На определенном моменте Когда вы допустим сколько задали Вот допустим у меня 16 гигабайт оперативки Тут стоит 8 Когда у меня достигло предела оперативки 8000 Эта программа оперативку очищает И все заново сбрасывается И она будет работать нормально И так постепенно каждый раз будет выполняться Тут ставим вот такие настройки как у меня Две галочки ставим Тут ставим 0.50 Нажимаем enable И нажимаем start Ну вот и в принципе все Если у вас будут какие-то вопросы Обязательно пишите мне либо в комментарии Либо мне в вк пейдж На который конечно же оставлю ссылочку в описании Тоже как бы надо подписаться Все дела, да? Абсолютно все комментарии я читаю Постараюсь в принципе на все ответить Ну вот и конечно же не забудь поставить лайк на этот видос Подписаться на все мои соцсети На мой канал с колокольчика Чтобы не пропускать мои новые видосы Мувики и тому подобное Тебе не сложно, а мне будет очень приятно Ну а у микрофона был Хакимос Всем удачи, всем до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok